Исследование и их результаты Доменная бизнес-индустрия отличается тем, что для того, чтобы организовать жизненный цикл домена и его использование, требуется большое количество технологий и услуг. Мы начинаем с инфраструктуры, это каналы связи, центра обработки данных и так далее. Дальше переходим к организации связности, доступности, безопасности. Начинаем использовать разнообразное прикладное программное обеспечение, ну и венец всей нашей деятельности это экономика и социальные срезы, социальное использование. Любое из этих направлений заслуживает своего исследования. Я думаю, что я не погрешу против истины, если скажу, что исследование в доменной отрасли, оно эквивалентно исследованию интернета. Поэтому, коллеги, поговорим еще раз про интернет. Это очень полезно и очень интересно. Поэтому приступим к нашим презентациям. И первый наш докладчик – Касим Ланне, Райпенсис. Сегодня. Мне хотелось бы поговорить с вами на тему о том, что делать и что происходит, когда все не работает так, как планировалось, и какими средствами мы можем выявлять такие неполадки в интернете. Итак, мы все видели страничку вот такого вида. Мы занимаемся каким-то очень важным делом, нам очень нужен интернет, и вдруг связь теряется, она пропадает, что же делать? Обычно следующим делом мы выключаем какое-нибудь устройство, включаем его обратно, и иногда это помогает решить проблему. Но не всегда мы можем добраться до того домена, к которому мы обращаемся, и у нас все равно какие-то сохраняются проблемы с сервисом. Какие могут здесь быть причины и проблемы? Но такая ситуация может быть вызвана рядом причин. Это может быть отказ оборудования, это может быть плохое покрытие Wi-Fi, или отвалился Wi-Fi интернета нет, проблемы с настройками, с конфигурацией, могут быть какие-то проблемы на уровне АСП, технические проблемы, или в сети трафик, техобслуживание, обновление, проблемы с маршрутизацией, безопасностью и так далее. А также проблемы могут быть на уровне страны или региона. Я говорила о том, что мы не можем добраться до какого-то сайта, потому что это технические проблемы, они могут быть на уровне какого-то домашнего пользовательского оборудования, или на уровне АСП, поставщика интернет-услуг, или, может быть, это какие-то политические события в стране, или авария на энергетическом предприятии, или что-нибудь такое. В общем, так или иначе, мы столкнулись с проблемой. При этом, вот, если мы сидим перед персональным компьютером, нам очень трудно понять, что, собственно, происходит. Мы можем попробовать устранить палатки на уровне маршрутизатора домашнего, но не более того, на остальное мы повлиять не можем, и даже мы понять не можем, откуда взялась проблема. Вот давайте теперь поговорим о том, какие средства можем не только выявить такие проблемы, определить их причины, но и устранить их. Когда мы говорим про управление, точнее, про измерение интернетом, есть несколько уровней. Есть Control Plane, это BGP, это правило, собственно говоря, это правило маршрутизации, какого вида маршрутизации используется и так далее. Есть два основных набора данных. RIS — это коллекторы для маршрутов RAS, это решение, раут-коллектор, RIP-NCC, и есть продукт, который называется Route Views. К этому мы еще перейдем. Также есть уровень данных. На уровне данных мы можем отслеживать активные пассивные потоки трафика. Это то, что наверняка многим из вас знакомо. TraceRoute, например, или PING, DNS, так далее. Есть публично доступный соответствующий набор данных. Датасеты — это RIP-Atlas, это другие за пределами RIP-NCC наборы данных. Open Intel — это отдельный проект, и они сотрудничают с большим количеством TLD, New DTLD, и у них есть много DNS. Они занимаются активным пробингом, опросом устройств. Какие-то данные открыты, какие-то данные закрыты, не доступны публичности, не находятся в публичном доступе, но с ними можно связаться и обсудить условия использования этих данных. И есть еще другие датасеты. Кайда, например, можно... Многие из их данных тоже находятся в открытом доступе, другие закрыты, но и Кайда, например, тоже открыты к сотрудничеству. Если у вас есть какие-то запросы конкретные, вы можете с ними связаться. Я думаю, что они дадут доступ к своим данным. И есть другие проекты, Амлаб и так далее. Они предоставляют вам подобные наборы данных. Есть очень интересные датасеты, которыми можно пользоваться для того, чтобы проводить расследования. И теперь давайте перейдем к RIS. Это сервис службы информации о маршрутизации. RIS — это данные BGP, по сути. Все это началось в 1999 году. И этот проект замечательный, потому что все критические данные там доступны по-убличным. И исторические данные тоже. Если вы хотите поднять информацию о том, что произошло, когда Пакистан захватил YouTube и YouTube отвалился по всему миру, вы можете зайти в эту базу данных RIP-NCC и можете проследить, что происходило и когда. То есть в отношении даже прошлых событий, вы можете понять, что привело к каким событиям, какого масштаба был эффект. Вы можете провести такое внутреннее расследование для себя. Также RIS размещается в точках обмена трафиком, хранит BGP-данные, сообщения и таблиц маршрутизации. Если происходит захват, например, или hijack, да, или какие-то такие события, вы в реальном времени можете сейчас все это увидеть в базе данных. Или вы сделали какую-то неправильную настройку, мисконфигурация, вы тоже можете увидеть вследствие своих действий в этом ресурсе. Зачем мы собираем BGP-данные? BGP, как мы знаем, не имеет встроенных механизмов безопасности, и проблемы с маршрутизацией не являются редкими, они происходят постоянно. Looking Glass можно по-прежнему использовать, но это временное решение, и исторические данные часто недоступны. Вы не сможете забраться в глубь времен для того, чтобы выявить все взаимосвязи и первопричины. Как происходит биринг, например, устанавливается биринг в журналах. Тоже не все данные доступны, но вот такие решения, как то, что мы сейчас обсуждаем, как раз позволяют выявить все неправильные настройки конфигурации. Для кого риск предназначен? Риск предназначен для операторов сетей, для лиц, занимающихся разработкой политики, для того, чтобы проверять конкретные маршруты, для того, чтобы получать информацию о инцидентах, для того, чтобы устранять проблемы в интернет-маршрутах. Может быть, вы увидели, что что-то не так в ваших сессиях в PGP, вы что-то анонсируете, а что вы не должны анонсировать. Вот такие штуки, или кто-то захватил вас, вы можете установить алармы и по ним выявлять инциденты. Плюс данный ресурс очень полезен для исследователей, всех, кто изучает отключение сети на уровне XP, например, что зачем происходило, как что отключалось. Есть много статей, которые написаны с помощью и на основе данных, хранящихся в РИС. Там есть царые данные, то есть это файлы MRT. Если вы зайдете на ris.net, ris.ripe.net, там вы найдете всю необходимую информацию, объясняющую, как скачать данные, какие инструменты есть для того, чтобы анализировать данные. И, как я уже упоминал, есть в реальном времени, ris.life, вот такой ресурс, вы в реальном времени можете посмотреть, что происходит в сети. И есть RIP-стат, который с помощью разной визуализации показывает вам данные в разных разрезах. И скачать данные тоже можно. Следующий проект, о котором хочется рассказать, RIP-атлас. Это пробы. RIP-атлас похож на рис, в том смысле, что это платформа измерения интернета. Но это активный пробинг, это активное измерение. RIP-атлас работает уже больше 10 лет, и большинство измерений на RIP-атлас публичны. То есть вы можете получить доступ к историческим данным, и пользователи RIP-атлас могут создавать собственные кастомизированные измерения. Я приведу пример таких измерений и анализы, которые вы можете провести с помощью новых данных RIP-атлас. Пробов этих точек измерений больше 12 тысяч на сегодняшний день, и вы можете с помощью собственного устройства в своей точке, с вашей точкой обзора провести много разных измерений. С другой стороны, если вы хотите узнать, как к вашему домену приходят люди, к вашим сервисам приходят люди из Азии, из Латинской Америки и так далее, вы можете обратиться к RIP-атлас. И из разных уголков мира понять, насколько хороша связанность между вашим сервисом и этими странами или этими местами на земном шаре. Есть якори, точки, вот эти датчики, которые собирают дополнительную информацию. Мы собираем примерно 14 тысяч, даже больше, результатов в секунду, 33 тысячи измерений, большого количества данных, и вы всегда в этих данных найдете что-нибудь для себя интересное. А что можно сделать с измерениями с RIP-атлас? Ну, например, вы можете разработать мониторы для своих точек обзора, для того, чтобы оценивать достижимость этой точки из разных уголков мира. Если есть какие-то проблемы, вы можете провести расследование до других точек обзора. И если вы, например, не можете достучаться до какого-то сайта из своей сети, вы можете взять другую такую точку наблюдения из своей страны или из другой страны и попробовать через них добраться до нужного вам сайта. Вы можете сделать алармы, вы можете проводить проверки статуса. И вы можете проверять коннегативность IPv6. И если вы никогда раньше не пользовались RIP-атлас, я вам настоятельно рекомендую зайти на их сайт, почитать кейс-стадии, потому что там просто тонны выложены статей, люди их писали, и там вы почерпнете вдохновение, вы поймете, каким образом вы можете использовать RIP-атлас. Один из примеров. Вы можете зайти на observablehq.com и посмотреть на задержки. Здесь Ростелеком, их АЭС, и дальше от разных пробов вы можете посмотреть средние значения задержки. И если, например, ваш сервис пользуется инфраструктурой Ростелеком в России, вы можете посмотреть, насколько она достижима из других стран. Эта информация обновляется ежедневно, и вы можете, ну, еще раз я уже упоминал, посмотреть на коннективность пробы есть в Латинской Америке, где только их нет. Если вы захотите узнать задержку времени достижения вашего сервиса из Латинской Америки, это легко сделать с помощью такой платформы. Какой анализ мы можем реализовать с помощью набора данных с Рай Паттенс. Вот здесь, например, проводилось такое исследование в 2021 году. в списке рассылки появился запрос. Хост из Мексики не мог добраться до WhatsApp.net. Трафик из Мексики шел через Kroot сервер в Китае, и где-то посередине происходил захват, перехват этого запроса, который потом возвращал нулевой ответ или неправильный ответ, то есть возвращал неправильный сайт. Каким образом мы смогли выявить проблему, ее проанализировать? Когда вы заправляете запрос на корневой сервер, он никогда не дает авторитативный ответ. Проб Атлас, вот здесь, например, стоял проб в Китае, в facebook.com. Там вы получите авторитативный ответ. Это слева. А если вы посмотрите на картинку справа, это правильный ответ. Он должен показать root сервер, а не авторитативный ответ. Мы организовали эксперимент, чтобы понять, как и где происходит манипуляция, возможная манипуляция с DNS-корневым сервером. Тогда в системе RayBattles было примерно 11 тысяч пробов, зондов, и мы отправили запрос на три домена facebook, google и ripe.net, чтобы они резолверились. Райб — это был наш эталон. И дальше мы категоризовывали эти запросы, по категориям распределяли их, по двум группам. Если мы получали ответ .com.net, мы понимали, что перехвата нет. Если мы получали авторитативный ответ, мы понимали, что где-то посередине стоит коробочка, которая все перехватывает, как я объясняла на предыдущем слайде. Этого не должно происходить. Корневой сервер никогда не возвращает в отношении домена авторитативный ответ. И с помощью этого эксперимента мы смогли определить приблизительно рядом с какими пробами происходит этот перехват. И вот здесь видите Иран и Китай максимальное количество перехватов. Очень трудно сказать, где именно происходит перехват, но именно потому, что пробы в Китае и в Иране видели или возвращали нам такие ответы с наибольшей частотой, мы можем сделать обоснованное предположение, что, скорее всего, middlebox стоят в Китае или в Иране. Ну, что, в общем, неудивительно. Цензура. В среднем мы видели, что 4% пробов видели перехват в какой-то момент времени и примерно 20% пробов видели перехват в течение времени проведения этого исследования. В случае других пробов были отдельные такие фиксации, но не было какого-то постоянного потока признаков перехвата. Вот таким образом можно анализировать данные с РАЙПА-атлас. Еще один пример. эта статья опубликована на сайте РАЙПА-атлас. Он взял, автор статьи взял домены и с помощью пробов хотел понять, есть ли ДНС-резольвер, который блокирует эти домены. В данном случае в Китае он пытался пробиться к facebook.com, там цензура, понятное дело, уперлись в цензуру, домен заблокирован в Китае. Дальше вы видите очень интересная штука. Ни один из этих IP-адресов в красном отмеченный не принадлежат facebook.com. Дальше еще два примера. Вот эти два домена внизу, внизу, насколько я помню, что-то, какой-то музыкальный ресурс, который блокировался. Мы видим частичную блокировку. То, что зеленым, это фактически IP-адрес этого домена. Даже на уровне резольвера, то есть некоторые резольверы, мы видим, что они что-то блокируют, а другие пропускают. То есть частичная блокировка, частичная цензура, это тоже можно изучать в отношении тех доменов, которые вы подозреваете в блокировке, в том, что они блокируются государством. И это интересный пример того, как сообщество DNS может использовать резольверы для обнаружения вот таких интересных явлений. И последний пример, он имел место несколько лет назад. В Турции тогда была совершена попытка государственного переворота. И в 21-30, когда, собственно, происходила вот эта попытка госпереворота, люди сдавали СССР фечи, и как только ситуация нормализовалась, снова заработала. Не обязательно, чтобы в стране происходил государственный переворот, но вы можете использовать СССР измерения для того, чтобы по стране или региону по АСП, например, увидеть наличие проблем, аномалий. Вот некоторые из примеров того, как используется Райбатлас, есть много примеров того, как использовать BGP-данные для определения захвата трафика. Это может помочь вам понять, чем вызваны проблемы достижимости. Если есть какие-то пробки в трафике, если есть другие проблемы, Райбатлас дает вам массу данных для анализа, я очень настоятельно рекомендую вам познакомиться с статьями, публикованными на labsripe.net. Если вы сами имеете такие кейс-старии, если у вас есть какие-то интересные необычные измерения, пожалуйста, посылайте свои статьи. Не обязательно на основе данных РИС или Райбатлас. Вы можете использовать другие подходы, инструменты измерений, но если у вас есть какие-то интересные кейсы, мы будем очень рады получить их от вас и опубликовать. Спасибо большое, у меня все. Спасибо большое, Касим. Пожалуйста, вопросы докладчику. Спасибо большое за интересный доклад. Вопрос у меня возник по поводу поддержки DNSSEC на уровне Atlas Проба, потому что было много сказано про DNS спуфинг и такое решение, как сопоставление данных с корневыми серверами на уровне Райпа и сопоставление местных DNS-сверов тоже кажется интересным, но хотелось бы понять, работает ли это с DNSSEC и может быть вы рассматривали какие-то дополнительные способы подтверждения DNS спуфинга или все-таки такое решение вам кажется наиболее надежным? Махиба, за вопрос вы совершенно правы. Можно действовать так, как я описала, есть ISP, у которых работают собственные resolver и которые отправляют свои авторитативные ответы, но это не тот ответ, который мы ожидаем получить, и это то, что мы наблюдаем в случае DNS спуфинга иногда приходят правильные корректные ответы, то есть вы обращаетесь к фейсбуку, гугл, и вы получаете авторитативный ответ в записи квадей, и IP адреса были доменами, интересные вещи происходили, когда мы получаем квадей запись, которая не связана с этим доменом, не относится к нему, не соответствуют ему, может быть, у них какой-то другой сервер стоит, но это может объяснить, но для большинства хостов это неправильный IP-адрес, еще есть локал хост в ответе, недопустимый, ну там, IP-адрес гугла, совершенно очевидно, не относящийся к гуглу, и очевидным образом указывающий на цензуру. Касим, спасибо большое, очень интересный доклад, надеемся еще раз увидеть на наших мероприятиях вас. Движемся дальше по программу, следующий наш докладчик Дмитрий Коваленко. И это более прикладная презентация, я думаю, да? Здравствуйте, коллеги, я Коваленко Дмитрий из МСКХ, занимаюсь проектами ДНС, сегодня в своей презентации расскажу об оценке доступности национальных доменов, в том числе в этой презентации будет использована райпробники, пробники райпатлас, о которых в предыдущем выступлении говорил Касим. Ну, помимо этого мы посмотрели на ряд других инструментов, сравнили их, ну, собственно, начнем. у меня доклад разделен на две части, первая вводная, вторая часть более практическая, ну, собственно, национальные домены, в чем их отличие от обычных доменов, обычно это домен верхнего уровня, country code TLD, в котором содержится большое количество точек делегирования, то есть ссылок на другие name-сервера, их и записи, если они подписаны DNS-секом, то DS-запись также отличает большим количеством DNS-трафика, высокая ответственность, и здесь первостепенное значение уделяется такому параметру, как доступность, которая должна равняться 100%. Если говорить о текущих записях и количественных характеристик, то на текущий момент в зоне RU более 5 миллионов делегированных доменов, 5,5 миллионов делегированных доменов для национальной зоны RF это более 740 тысяч доменов по данным стат.дом на момент написания презентации. Итак, теперь про доступность. Доступность можно технически измерять на разных уровнях. Нижний уровень это физическая доступность оборудования, электричество, доступность разных физических компонент. На верхнем уровне у нас лежит программное обеспечение, синхронизация данных, конфигурация, зависимость от других протоколов, расширений. При обычном функционировании системы эти уровня влияют не сильно на доступность, а основной интерес он лежит в сетевой доступности и о ней будет дальнейшая часть презентации. Итак, с точки зрения DNS и сети, с чего у нас состоит сетевая доступность? Во-первых, в самом протоколе DNS уже заложен уровень репликации, когда у нас несколько DNS-серверов могут быть объявлены в авторитетных записях зоны, эти данные должны быть между собой синхронизированы и доступны. Помимо этого, мы можем использовать такой подход, как Anycast, когда у нас за одним IP-адресом скрывается несколько узлов, и в этом нам помогает протокол BGP, когда мы из разных топологических и географических мест анонсируем префикс, в котором находится IP-адрес DNS-сервера и тем самым обеспечиваем доступность из разных частей сети интернет. Ну и измеряем мы это все временем отклика name-сервера, его наличием и количественной характеристикой. Если посмотреть на основные документы, которые описывают архитектуру DNS, то здесь есть такой достаточно старый протокол, старый RFC-882, которому уже более 40 лет, сам протокол уже такой очень взрослый, вот, и здесь у нас есть требования к двум и более NS-серверам, помимо этого есть рекомендации в RFC-21-82, где рекомендуется размещать обязательно в разных географических и топологических локациях сети, и вот в программе NewGTLD в спецификации 10 уже появляются требования по времени отклика и доступность доменов верхнего уровня, которые зарегистрированы по данной программе. На этом вводная часть у меня закончилась, и посмотрим на объект исследования. Здесь мы будем смотреть на инфраструктурные серверы DNS, которые отвечают за национальные доменные зоны RU и RF, и как они доступны на территории Российской Федерации. Соответственно, на карте представлены несколько облаков, облака A, B, E, D, E, F. Облако A у нас находится между Москвой и Санкт-Петербургом, здесь присутствует иникас между этими локациями размещения. Облако B, оно распространено по всей территории Российской Федерации, находится в городах, где существует инфраструктура MSK-AX, и анонсируется в рамках BGP-связанности на этих точках обмена трафиком, то есть доступно локально. Если смотреть в разрезе иникас на территории Российской Федерации, то буквы E, D и F, они здесь представлены узлами, которые анонсируются из одной географической топологической локации, соответственно, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Собственно, это то, что мы будем исследовать. Дальше то, с помощью чего мы будем исследовать. Как известно, основными клиентами авторитетных серверов являются рекурсивные резолверы, то есть непосредственно те серверы, которые в интересах конечных пользователей обходят иерархию DNS. И здесь интересно посмотреть, как непосредственно резолверы оценивают доступность этой инфраструктуры. Существует много разных реализаций рекурсивных резолверов, но, как правило, алгоритм там используется следующий. Чем ближе находится, или чем лучше время отклика у name-сервера, тем больше запросов к нему будет направлено для того, чтобы получить ответ. Помимо этого присутствуют разные системы измерения, мониторинга, средства отладки. В предыдущем выступлении Касим рассказывал о РАЙП-Атлас. Мы в своем исследовании взяли все возможные на тот момент РАЙП-пробы, размещенные в России, и также посмотрели на пробники, которые разместила индата у магистральных операторов Российской Федерации в разных регионах России. Итак, что у нас есть в Маскай-Х? В Маскай-Х мы в основном используем программное обеспечение с открытым кодом, рекурсивный резолвер это Unbound, и в реализации этого рекурсивного резолвера есть так называемый инфракэш, который собирает всю статистику по ответам, анализирует ее, и там есть такая метрика roundtrip timeout, то есть это то время, которое ожидает резолвер при работе с определенным name-сервером. Соответственно, чем этот параметр меньше, тем лучше выбранный сервер, и больше запросов пойдет именно к этому серверу, то есть взаимосвязь будет локальной, если они находятся где-то рядышком, и трафик не будет пересекать страну, или ходить в соседний регион. Здесь мы видим, что топологическое размещение, оно соответствует размещению серверам, серверам проекта рекурсивного резолвинга, и все взаимодействие, оно происходит в рамках выбранной логики, то есть Санкт-Петербург ходит в Санкт-Петербург или в Москву, Москва в Москву или в Санкт-Петербург, и здесь задержка минимальная, Ростов, Казань и Самара не могут варьироваться либо в Москву и Санкт-Петербург, либо локально непосредственно в точке обмена трафиком в Ростове, Казань и Самаре. Точно так же для Екатеринбурга, Новосибирска и Владивосток. Здесь видно, что наилучший тайм-аут, наименьший будет именно в тех точках, где размещены узлы ДНС. Теперь посмотрим то же самое. Здесь мы посмотрели на пробниках индата время отклика при ДНС-запросе к нейм-серверам из пробников, которые размещены в каждом регионе у наших магистральных операторов. Здесь видно, что в основном в лучшем случае эта логика повторяется. Бывают моменты, когда время отклика хуже и иногда наблюдаются такие моменты, когда трафик может путешествовать допустим из Новосибирска в Москву и дальше обратно в Новосибирск. Сейчас в рамках этого исследования мы изучили этот момент и сейчас занимаемся сменой оператора дополнительного провайдера в данном регионе для того, чтобы улучшить связанность. Например, в Хабаровске здесь операторы ходили не в Москву, а в соседние регионы и связано это с тем, что в соседних регионах есть пиринг между операторами или между оператором и нашей DNS-сетью, а конкретно на Дальнем Востоке такого пиринга, такого взаимодействия не было. Ну и теперь перейдем к пробам RIPATLOS и посмотрим, как отвечают, как отвечали пробникам NS-сервера. Будем двигаться с запада на восток и облако у нас находится в западной части. Здесь видно, что большинство пробников, которые находятся в этой области, у них минимальное время ответа. Дальше, продвигаясь на восток в сторону Урала, видно, как это зеленое пятно начинает смещаться. Дальше в Сибирь пробников уже меньше, но пятно продолжает следовать вслед за топологией и размещением на им серверов. И далее на Дальнем Востоке пробников совсем мало, но точно так же есть те пробники и те клиенты, для которых соблюдается локальная доступность. И дальше, если посмотреть на биоблако, это то облако, которое у нас распределено по территории всей страны, видно, что чем дальше на восток, тем ситуация не такая замечательная, как могла бы быть, то есть видны увеличения времени отклика, и здесь ситуация примерно такая же, как с магистральными операторами, то есть либо нет пиринга в регионе, либо трафик путешествует, точнее, не либо, а он просто путешествует в соседний регион для того, чтобы получить ответ от DNS сервера. Ну, и какие здесь можно сделать выводы из всего увиденного, что хорошо локализовывать трафик в рамках региона, для того, чтобы пользователи, которые находятся на Дальнем Востоке в Сибири, не ходили на Урал или в центральную часть Российской Федерации, как вы можете улучшить, вы можете подключиться к АЭКСу, либо, если уже подключены, то установить BGP-пиринг с нашей DNS-сетью и тем самым сделать инфраструктурные серверы национальных зон ближе к вашей сети. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ну что же, больше пирингов, хороших и разных. У нас есть время ровно для одного вопроса. Есть вопросы какие-то к аудитории? Дмитрия, подскажите, вот как проведено исследование, что-то получилось очень хорошо, где-то есть недостатки. Вот запланировано ли, так скажем, настройки, изменения настройок по сети? Да, ситуация с пирингами, она двухсторонняя, то есть здесь не каждый оператор знает о том, что мы хотим сделать что-то лучше, вот поэтому тут мы также приходим к оператору, либо смотрим на его пиринговую политику, которая изменилась в случае с Новосибирском и ищем такого же хорошего с локальным охватом для того, чтобы либо дополнить охват пользователей, в том числе по магистральным операторам в данном регионе, либо в рамках переписки и применения различных BGP комьюнити выровнять работы сети для того, чтобы трафик не убегал в соседние регионы. Есть вопрос от онлайн аудитории, здесь я просто хочу сказать, что они немного не по теме, немного не относятся к вопросам эксплуатации именно корневых доменов, я так думаю, что организаторы конференции найдут способ ответить на эти вопросы. Мы движемся дальше по программе, следующий наш докладчик Анна Подгук, это новое лицо у нас, обратите внимание, я хочу несколько слов сказать о презентации, Анна является выпускницей высшей школы экономики, и вот презентация, которую она сейчас представит нашему вниманию, это создана по мотивам ее дипломной работы, это диплом, на моей памяти так скажем, диплом о устройстве в интернет по-моему первый, и я еще хочу представить вам маэстро ее научного руководителя Павла Павла Павловича Хромцова. Анна, пожалуйста. Здравствуйте, я хочу рассказать вам о системе измерений использования пользователями публичных сервисов на основе DNS-резолверов. Для начала немного о предметной области. Все мы знаем о системе DNS и о том, что это домейнный систем, который конвертирует доменные имена в IP-адреса. И каждое устройство в интернете использует DNS. Одним из основных элементов этой системы является поисковой инструмент DNS-резолвер. Таким образом, каждое устройство в интернете использует DNS-резолвер. Они могут быть как публичными, например, Google или Яндекс, так и резолверы провайдеров. Существует система, созданная интернет-регистратором Апник, если быть точнее, то их лабораторией, которая измеряет использование DNS-резолверов. У нее есть множество плюсов, однако основной ее недостатком является потеря репрезентативности данных для российского рынка. Из-за изменений политик показа рекламы Google в марте 2022, что являлось одним из основных элементов для сбора данных этой системы, данные по России стали неактуальны. Как можно увидеть на графике, представленном внизу, который показывает количество собранных измерений, можно увидеть, что в марте 2022 идет резкое падение, и далее данные практически не собираются. Таким образом, возник вопрос, действительно ли статистика, которую показывает Апник Labs, она действительно. Отсюда возникли следующие цели. Во-первых, функционально воспроизвести независимую систему измерений по образцу Апник Labs, и во-вторых, сравнить результаты разработанной системы с данными по Апник. Сбор данных заключается, сбор данных реализуется следующим образом. У нас есть измерительный скрипт, который размещен на платформах. От конечного пользователя поступает get-запрос на получение этого скрипта и по возвращению создается запрос JavaScript измерений на получение случайного уникального поддомена и картинки, которые нужны для создания запросов к DNS-серверу и к HTTP-серверу. Они в свою очередь определяют IP-резолвера и IP-пользователя и далее они состыковывают их. Таким образом, в качестве полученных результатов у нас есть система измерений и веб-сервис со статистики. Веб-сервис доступен по ссылке на слайде и статистика у нас представляется в трех основных форматах. Графики, диаграммы, таблицы. Примеры работы веб-сервиса вы можете увидеть на слайде. Ну и результаты самого исследования на обу репрезентативности. Слева представлен список российских автономных систем, основных российских автономных систем с наибольшим количеством адресов IPV4. Справа представлен список российских автономных систем, полученных в ходе исследования. По идее здесь должны быть красные точечки с пересечением, но, к сожалению, их нет. Если присмотреться, то можно увидеть, как раз, что эти списки пересекаются. Благодаря этому можно сказать, что основные автономные системы присутствуют в нашем исследовании, из-за чего можно сказать, что у нас есть охват измерений, нужный нам охват измерений. Если говорить о полноте данных, то наша база данных все еще продолжает наполнение и не находится в точке насыщения, как можно увидеть, у нас на данный момент находится где-то 1200 автономных систем, и по данным IDDB в России где-то 5,7 тысяч автономных систем, то есть есть еще что собирать, откуда получать наши данные, но надо будет учитывать технические возможности самой системы измерений. Ну и одним из основных выводов данной работы являлось то, что список популярных резолверов, которые используются в России, отличаются от списка представленных Апник Лабс. Наверное, стоит начать с резолвера Google, так как он стоит на первом месте по результатам Апник Лабс, но у нас он находится только на пятом месте, как это можно увидеть на слайде. Если говорить об иностранных резолверах, то большей популярностью пользуются Cloud Firenet и Amazon. Также еще есть отечественные резолверы, допустим, Яндекс, который стоит на первом месте, и NSD. К сожалению, статистики по Яндекс и NSD вообще отсутствуют в системе Апник Лабс, что немного удручает. Ну и хотелось бы добавить о платформах, на которых размещен наш измерительный скрипт, то есть это Netoscope, Org, Org.ru, PPRU, Net и Typing. В принципе на этом все. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, один вопрос. Вы упомянули, что платформы, на которых размещен вот этот скрипт, который, я так понимаю, аналогичный гугловому, это вот как раз, я так правильно понимаю, что это ресурсы Netoscope, Netter и так далее, а вообще там какой трафик, какая проходимость собственно для того, чтобы оценивать какой-то процент, наверное, ну я понимаю, что это не там, допустим, не поисковик Яндекс, но хотя бы сопоставимость, какая обращаемость к этим ресурсам, на которых вы разместили вот этот вот скрипт. Чтобы это было репрезентативно, там должно быть много народу. Вадим, зайди на сайт resolversnet.ru на первой странице там написано, сколько измерений всего сделано. Да, там есть страница с основной как раз статистикой о количестве всех измерений, которые были проведены, и о количестве автономных систем, которые в принципе хранятся у нас в базе данных, и о количестве резолверов, которые у нас в принципе были найдены нами. Все? Наверное, вопросов больше нет. Аня, спасибо. Следующий наш докладчик, собственно, Павел Русланович Хромцов. Такое замечание по предыдущему закладу. Ольба, а скакаю. Это посещение натоскопа. с точки зрения пользователей Российской Федерации. То есть на самом деле практически все администраторы российских автономных систем к тебе заходят и смотрят, что там у тебя нарисовано и сделано. Вот. Ну, это так, замечание на полях. А на самом деле я хочу представить работу тоже студента, на самом деле, которую он выполнял под руководством Александра Винедюхина. многим здесь известного, да. И сделать такое замечание, что на самом деле, что вот Аняна работа, что вот то, о чем я буду говорить, это студенческие работы, выполненные в рамках УИРов, дипломов, студенческих проектов, вот в рамках сотрудничества с высшей школой экономики, а вот эта работа, которую вот Саша Винедюхин руководил, она выполнена в рамках сотрудничества с Бауманкой. То есть, на самом деле, Индата старается погрузить студентов, магистров, будущих бакалавриатов в реальную отрасль для решения реальных насущных задач, чтобы они на самом деле понимали вообще, во что они ввязываются, и чем им потом на работе придется заниматься. То есть, обычно студент, когда приходит на работу, говорит, дайте мне данные, я тут вам сейчас аналитику наведу и графики красивые построю. А на самом деле работа вообще на 80% состоит из тяжелого труда по сбору данных, где-то даже ручного по их вколачиванию, и только, условно говоря, на 3% какого-то кодирования того, чтобы график красивый появился, получился. И при этом еще порядка там 80% всех данных и всего труда уходит в корзину, потому что по мере выполнения работы оказывается все это мусор. И ко всему этому еще нужно относиться достаточно критично. Так вот, в данном случае Саша на прошлом Талдеконе в Петрозаводске рассказывал о том, что вообще вот эта схема интернет-протоколов, вот этот стэк, который мы обычно говорим, вот там TCPIP или более так сказать академично Open System Interconnection, вот этот стэк, он сейчас стал более плоским, протоколы стали перемешиваться, появилась инкапсуляция туда-сюда, обратно, одно в другое, другое в третье, и все это становится достаточно сложным, да, и вот эта вот схема, она уже не такая простая, линейная, а там уже какие-то восьмерки и более сложные вещи, и их надо как-то визуализировать, показывать, рассказывать, и как-то на них смотреть. И вот данная работа, она посвящена как раз вопросу визуализации, но в основном это олдскульные протоколы, то есть ДНС, почта и веб, то есть социальных сетей тут не будет, студенты этим не нагружали, но тем не менее сам по себе подход, он вот такой. Ну, это вот на этом слайде то, что я сейчас только что рассказал, только более подробно и с различными особенностями, и при этом поставлена задача как-то сделать такую систему визуализации, которая бы вообще-то говоря была протокольно независимой, то есть неважно, что мы возьмем там, HTTP, HTTPS, там тот же DNS, DNS с DNSSEC, TLS туда накрутим и так далее, чтобы все это можно было как-то показывать. Ну, вот, собственно, цель работы, так сказать, показать вот эту логику протокола независимой визуализации, ну, и, собственно, аналогом чего это может быть. Вот здесь представлены скриншоты различных вариантов визуализации различных протоколов. Вот слева это работа INDATA по визуализации BGP, то есть связности. в середине это всем, наверное, известный инструмент, который используется для проверки DNSSEC и DNSVIS, а справа это система визуализации, обычно она на локальных хостах стоит, визуализации HTTP, HTTPS, то есть вот это валидация сертификатов TLS от корня сертификации, другая совершенно архитектура, если в системе, например, DNS есть единый корень, то там, где у нас есть сертификационные центры, у нас там лес этих деревьев, в общем, целая история. И все вот это как-то надо показать, желательно, чтобы инструмент был один и тот же. Данные, которые студент в работе собирал и на которые он смотрел. Ну, соответственно, они здесь все перечислены, касаются они DNSSEC, вот DNSSEC через TLS, DOH не брали, там как бы сложнее эта история, с TLSSEC проще, потому что, по крайней мере, то, что ходит с использованием вот Dota, да, DNSSEC, TLS, оно, по крайней мере, видно и на это можно посмотреть. Исключительно из этих соображений была взята штука с точки зрения такого как бы обучающего эффекта, потому что если туда закапываться в шифрование еще куда-то, то это станет гораздо более сложным, да, оно, конечно, более практично, но с точки зрения как бы процесса обучения, оно менее наглядно. Ну, соответственно, есть и MX, да, и есть SNTP, которые тоже здесь появляются. Значит, инструментарии, которым студент пользовался, то есть, вообще говоря, когда студент приходит на работу, его спрашивают о стеке инструментов, которым он обязан владеть. Вот в данном случае использовался вот такой стек, и в своем резюме этот человек может совершенно запросто, спокойно, так сказать, на этот стек инструментов сослаться. Ну, и в рамках, так сказать, какого проекта мы работали, Саша почему-то написал МИЭМ, но на самом деле это Бауменко. В общем, Саша у нас настоящий ученый, ему, в общем, все равно с каким ВУЗом взаимодействует. Вот. Значит, поскольку данные собирались, ну, обычно как, ведь система администратора смотрит в черный экран, и там оттуда эти данные выковыривает. Вот здесь студент работал с некой промежуточной схемой, то есть, он собирал данные из тех же самых утилит, которые обычно мы смотрим глазками на черном экране, да, в так называемом интерфейсе КЛИ, до при этом результат выдавался в джейсене. Для того, чтобы можно было взять любой пакет, который позволяет обрабатывать этот формат и предоставлять его в графическом виде. В этом как бы и заключалась история с независимостью визуализации. То есть, данные представляются в неком общем формате, который можно в любой инструмент визуализации графический воткнуть, используя определенный конвектор. Ну вот, приблизительно таким вот образом оно представляется. Значит, на самом деле для того, чтобы, ну, понятно, инструмент не просто для визуализации, а для поиска тех или иных аномалий, которые возникают в процессе анализа, то есть, что там, ТЛС-сертификат, не тот выпущен или протухший или еще что, DNS-сек кривой или какой-то недокий. Значит, допустим, DNS-сервер, который указан в списке, не имеет IP-адреса, то есть, на самом деле появляется какая-то история, там, условно, lame delegation, хотя это немножко не об этом, да, но тем не менее, вот такого сорта ошибки, огрехи, неточности, которые могут приводить как к просто шероховатостям работы, да, так и к инцидентам, они должны на графике как-то отображаться. Ну, вот в данном случае речь идет о неком домене, в котором вот много найдено всяких огрехов, вот красное это отсутствие адресной записи для DNS-а, желтое это здесь различные списки DNS-ов с различных авторитетных серверов получены, а, значит, вот это оранжевый квадратик, там с MX-ами не все в порядке, значит, ну, можно более подробно на это поглядеть, это вот адресная запись, это вот у нас различные списки DNS-ов, но мне, Андрей, мне удобнее туда, вот, все-таки как бы зрение не плюс 100%, значит, а это история с тем, как это все можно повернуть несколько иначе, то есть, вот, если здесь у нас линейное представление информации, то вот здесь у нас, пожалуйста, появляется такая круговая диаграмма, ну, люди разные, у кого-то кто-то готов, так сказать, таблицы смотреть, кто-то готов графики смотреть, кому-то круговые диаграммы больше по вкусу, а кто-то вот граф любит смотреть в виде такой картинки, ну, все на самом деле с различными пакетами а-ля MaxMind, так сказать, ну, встречались и видели, что там можно вот эту графику организовать различным способом. Значит, ну, вот, если говорить о неком таком домене, вот, вики-медиа, в котором есть поддержка Dota, то есть DNS-овый TLS, то вот на доме зеленых кармадратиков это как раз здесь и отображается. Ну, вот, собственно, краткие результаты, но IPv6 там нет, студенту IPv6 мы пока, что называется, не заставляли его делать с учетом IPv6, только, собственно, квадро-а записи из зон получали. Вот, ну, вот, некое продвижение дальше, так сказать, либо с этим студентом, либо с другим студентом продолжать эту работу, вот, предполагается по этим направлениям. Вот, ну, а для вот визуализации, которую вы видели, вот этих квадратиков использовалась стандартная библиотека GraphVis, в которую вот этот Джонсон, Джейсон, пардон, так сказать, загружался. Вот, собственно, все. Да, ну, точнее так, публично доступен, так сказать, может быть предоставлен в виде утилиты, вот, создание сайта, на котором эти результаты как бы отображаются, это следующая учебно-исследовательская работа. Ой, дофига, на самом деле, и студенты хорошие, на самом деле. Вот, на самом деле, я вот много, уже 40 лет с ними работаю, прямо могу сказать, хуже они не стали. Вот, пожалуйста. Коллеги, есть еще вопросы к Павлу? Павел, мы надеемся, что организаторы как бы этого мероприятия дадут еще год и на следующий год все-таки дадут возможность показать еще интересные студенческие работы. Следующая презентация в нашей программе Сергей Гривинников, представитель РАЭК. Это удаленная презентация. Я вот не первый год уже выступаю с исследованием экономики Рунета в рамках вашего мероприятия и думаю, что это тоже будет полезно для того, чтобы понимать, куда развивается Рунета. И с учетом того, как звучит секция, мне кажется, те данные, те прогнозы, которые мы в ассоциации делаем каждый год, они полезны для того, чтобы вообще понимать, куда движется российский интернет или как принято называть Рунет, которому в этом году исполнилось 30 лет. Попрошу следующий слайд. И следующий слайд тоже. Экономику Рунета мы измеряем по разным направлениям и соответственно мы так называем есть цифровой контур и мы измеряем несколько моментов это маркетинг и рекламы, инфраструктура и связь, e-commerce, которые занимают ключевую роль и, конечно, цифровой контент. Следующий слайд, к сожалению, вот так вот приходится. Смотрите, вот эта цифра, с которой, наверное, коллеги, которые посещают конференции в России давно знакомы, но так как конференции международные, хочется, конечно, отметить то, что объем интернет-экономики по итогам 2023 года составил 17 триллионов и 100 миллиардов рублей. Это плюс 40 процентов по отношению к 2022 году. Несмотря на разные прогнозы, которые давали аналитики как российские, так и международные, что экономика интернета просядет, все упадет, без других сервисов ничего, возможно, не будет. На самом деле мы видим рост и рост такой, который мы предыдущие годы практически никогда не замечали. Если позволите следующий слайд. Обратите внимание, измерения мы ведем с 2011 года, уже довольно продолжительный период, лишь в 2014 мы видели почти рост в 50 процентов по отношению к предыдущим годам, в 2020-2021 годы были таким массовым ростом за счет e-commerce в нашей стране, то 2023 год показал, что, да, конечно, e-commerce тоже растет, но и другие направления, такие как кибербезопасность, как цифровой контент, инфраструктура и связь набирают обороты и в это вкладывают большие средства как государство, так и бизнес. Пожалуйста, следующий слайд. Если говорить про аудиторию интернета, то мы видим, что 85% населения России пользуется интернетом, это больше 100 миллионов человек, и, конечно, из всех этих пользователей интернета практически все пользуются интернетом ежедневно. Страны с проникновением интернета практически 100% видите на слайде Швейцария, Дания, Ирландия и многие другие, но я уверен, что Россия и Беларусь тоже стремятся к тому, чтобы в следующем исследовании, которые проводят разные организации, быть также среди стран, где проникновение интернета составит практически 100%. Можно следующий слайд. Смотрите, у нас, кстати, в России в 2025 году ждут серьезные изменения с точки зрения поддержки всех цифровых направлений. Параллельно с форумом в Владивостоке Восточный экономический форум, на котором господин Григоренко, который отвечает сегодня в правительстве за развитие информационных технологий, цифровой экономики и экономики данных, как раз-таки презентовал, распаковал, можно сказать, те направления, которые в 2025 году будут в национальной программе экономика данных. И, конечно, среди ключевых направлений в цифре опять же у нас появляется информационная безопасность, развитие интернета, развитие новых сетей связи, развитие 5G и, конечно же, кадры. Вот все это будет развиваться, посмотрим, каким образом наша ассоциация и бизнес в этом будут принимать участие. Но в целом видно, что тренд идет на то, что все становится окологосударственным и так или иначе те бизнесы, которые сегодня работают на территории Российской Федерации, имеют очень много проектов с государством. Это один из трендов, который сейчас обсуждается. Я думаю, что все больше и больше он будет проявляться как в России, так и за рубежом. На самом деле, я, к сожалению, не присутствую на конференции очно, к сожалению, но видно, что тренд на то, что государство и бизнес начинают активно взаимодействовать по цифре, это очень видно. И мне кажется, что это неизбежный тренд. Те, кто сегодня этому сопротивляются, я имею в виду из бизнеса, конечно же, проиграют. И это вещи, которые уже, мне кажется, стали просто аксиомами. Вот можно следующий слайд. Вот, давайте кратко пройдемся под тем хабом. Следующий слайд можно маркетинг и реклама. Мы здесь видим, что в России по итогам 2023 года у нас случился прирост плюс 45 пациентов, и мы здесь заработали аж 564 миллиарда. Можно следующий слайд и сразу следующий, и следующий потом. конечно, но я сказал, что общий объем интернет-экономики в 2023 году составил 17 триллионов и 100 миллиардов рублей, но, как вы видите, почти 16 триллионов из них это сегмент электронной коммерции. И, как я, конечно, с сожалением на самом деле говорю, что это не есть очень хорошо, потому что от одного направления в цифровом контуре зависит вся интернет-экономика. В том случае, если с нашими крупнейшими маркетплейсами вдруг что-то произойдет, то экономика интернета может просесть. И вот на следующем слайде мы с вами увидим, что, конечно, онлайн ритейл и все операции, проводимые через интернет, тоже здесь я имею в виду финансовые занимают большую долю. и конечно в 2024 году, возможно в 2025 нас ждет в России законопроект о маркетплейсах и конечно же вот это регулирование мы пока не понимаем в каком направлении оно будет, будет ли оно стимулирующим, либо оно будет охранительным, либо оно будет все-таки каким-то компенсационным, пока непонятно, но отрасль, в том числе крупнейшие маркетплейсы при участии крупнейших ассоциаций взаимодействуют с представителями законодательной власти для того, чтобы тот законопроект, который сейчас разрабатывается в стенах Государственной Думы так или иначе отвечал и интересам бизнеса, и интересам пользователей. Посмотрим, что из этого получится, держим максимально руку на пульсе. Можно следующий слайд и следующий сразу. Все прогнозировали то, что по итогам ухода западных мейджоров из России очень сильно просядет цифровой контент. И в прошлом году на конференции Tildicon я рассказывал о том, что, конечно, сегмент цифрового контента тогда по итогам 2022 года значительно просел. но мы видим цифры итогов 2023 года и здесь рост практически 100%, 186 миллиардов составил сегмент цифрового контента в 2023 году. И здесь большая благодарность Институту развития интернета, у истоков которого стояла в том числе наша ассоциация. В прошлом году и в этом выделялись миллиарды рублей на создание цифрового контента и мы видим, как это позитивно повлияло на то, что сегодня новинки на Иви, на ОКО и других онлайн-кинотеатрах большое количество контента и этот контент интересный, он развлекательный, познавательный, документальный, этого много и это очень хорошо. Можно следующий слайд сразу следующий и потом следующий. Что касается инфраструктуры и связи, здесь мы тоже значительно прибавляем по отношению к предыдущим годам. Следующий слайд можно. Вот здесь наверное хочется отметить рынок доменов, который растет незначительно, рынок хостинга растет не так, как нам хотелось, но при этом рынок инфраструктуры, облачный хостинг, баз и другие технологии они набирают оборот, потому что конечно же без облаков жить будет очень сложно. Можно следующий слайд. Ну вот кстати, после ухода разных социальных сетей и разных площадок по продаже для малого и среднего бизнеса, а даже скорее для микробизнеса, я бы так сказал, мы видим, как по итогам 23 года выросла и доменная индустрия, и доверие к доменам повышается, повышается, и я думаю, что будет повышаться. И тут хочется отметить заслугу Координационного Центра за то, что каждый год вы держите руку на пульсе в отношении всех российских доменах RU, RF, ну и SU вместе с вами подтягивается, что рынок развивается, вы прикладываете максимальное количество усилий для того, чтобы доменная зона не проседала, но мы видим, что есть рост, и домены покупают и продлевают, несмотря на то, что некоторые прогнозировали, что после повышения стоимости на домены, что после того, как уйдут киберсквотеры с рынка доменная индустрия просядет, но этого не произошло, и вам спасибо за это большое. Можно следующий слайд, следующий, вот, хостинг провайдеров все становится больше и больше, следующий можно слайд мы видим, вот, кибербезопасность это такая одна из ключевых тем, потому что DDoS-атаки продолжаются, несмотря на то, что как будто бы повышается уровень цифровой грамотности пользователей страны, но по итогам 23-го года мы видели, что в среднем по стране индекс цифровой грамотности просел, и связано это не с тем, что пользователи группеют, а с тем, что мошенники, которые орудуют в интернете, изобретают все новые схемы, изобретают шпионское программное обеспечение и так далее. Видим, что фишинговых доменов становится все больше, больше и больше, и шпионское ПО развивается, поэтому здесь, конечно, нам с вами и координационному центру нужно прикладывать больше усилий по тому, чтобы образовывать пользователей, образовывать компании от разных утечек, персональных данных, вообще рассказывать о том, что существуют проблемы в интернете, потому что чем меньше пользователь сталкивается с проблемами, тем больше он доверяет интернету и тем больше пользователей здесь есть и тем экономика Рунета становится все больше и больше. Можно следующий слайд. Вот образование кадра здесь мне немножко, конечно, я улыбаюсь, потому что на протяжении уже 15 лет мы говорим о том, что кадров для IT-индустрии не хватает и каждый год на разных конференциях мы это констатируем и я честно не знаю, что сделать для рынка, чтобы мы перестали говорить о том, что кадров не хватает. Их действительно не хватает и в первую очередь не хватает уже мидл-менеджеров и менеджеров высокого уровня, потому что джуниоров мы научились воспитывать благодаря там с киллбоксу и металогии в России, но при этом мы видим, как в Сбере, в Яндексе, в ВК джуниоров начинают заменять искусственный интеллект и те наработки, которые уже есть в компании. Вот, поэтому следующий слайд и следующий слайд можно. Вот, про цифровую грамотность я уже сказал, что 6, 43 из 10 возможных было по итогам 2023 года. В этом году цифровой диктант состоится с 10 октября по 28 октября. Координационный центр по традиции является партнером и мы, конечно, спросим про фишинг, мы спросим про мошенников в интернете и через те вопросы, которые подготовят наши аналитики и методологи, постараемся научить пользователей не сталкиваться с проблемами в интернете. И можно следующий слайд, я думаю, он будет финальным и еще один. Смотрите, цифру, которую мы не так часто показываем, но сегодня уже можно о ней говорить. По итогам 2024 года в Рунете мы ждем также рост порядка 40% и экономика Рунета по итогам 2024 года составит почти 24 триллиона рублей. Это значительный рост, и этот рост будет уже связан не столько за счет цифрового контента, не за счет кибербезопасности и инфраструктуры, а скорее за счет того, что российские компании начнут уже внедрять в рынок те импортозамещенные сервисы, которые создавались в 2022, в 2023 и в этом году уже встали, так можно сказать, на рельсы и их начинают активно использовать. Ждем хороших цифр по итогам 2024 года и очень рад, что экономика Воронета не просела, а только развивается, и я уверен, что в России будут появляться самые передовые технологии и сервисы в будущем. спасибо большое. Один короткий вопрос можно задать, поскольку... Почему я не прилетел? Да, вообще очень ждали. На самом деле нетворкинговая составляющая безусловно очень важна, особенно на конференции стилдикон, но я хотел спросить, поскольку сегодня уже говорилось на других сетях про искусственный интеллект, вот для экономики Рунета, для экономики данных искусственный интеллект это такой помощник, или это как раз, как я знаю, часто на разных заседаниях Райка обсуждается, смотря как его регулировать. Чуть-чуть об этом. Спасибо. Да, вопрос регулирования искусственного интеллекта, он также стоит на повестке, но честно, я на всех конференциях говорю о том, что регулировать искусственный интеллект на страновом уровне абсолютно бесполезно, и мне кажется, что либо на базе МСЭ, либо на базе ООН нужно все-таки активно сегодня разговаривать на тему регулирования искусственного интеллекта, потому что ни одна страна добровольную не будет регулировать искусственный интеллект, потому что начнет отставать. Что касается искусственного интеллекта в экономике, то по разным прогнозам плюс 15-20% ежегодно искусственный интеллект будет добавлять к экономике Рунета. То есть благодаря технологиям искусственного интеллекта только на 10-15%, а то и 20% будет расти экономика Рунета. Сергей, подскажите, пожалуйста, вы в своей презентации упомянули о том, что РАЭК участвует в формировании неких законотворческих инициатив, там перечень была. Скажите, пожалуйста, это открытые документы, можно ли где-то с ними ознакомиться? Да, конечно, это открытые документы на сайте ryec.ru можно следить за информацией, у нас есть раздел законодательства, у нас есть раздел аналитика, и там мы публикуем все актуальные данные. Конечно, есть закрытый GR-клуб внутри ассоциации, там мы больше обсуждаем то, что потенциально может появиться в качестве новых законопроектов и каких-то инициатив. Спасибо большое. Еще вопросы докладчику. Сергей, большое спасибо, очень интересный доклад. Вот лично для меня многие цифры были просто сюрпризом. Я не ожидала, честно скажу. Спасибо большое всем докладчикам. До встречи в Новый год. И большое спасибо аудитории за теплый прием. Всего доброго. до встречи В 1? Спасибо. Продолжение следует...